добрый день уважаемые дамы и господа вы слушаете радио народная волна на частоте 1590 м на нашем веб-сайте радио nvc.com ну и конечно же на нашем youtube канале наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели и но сегодня к счастью мы технику победили до удивительно сегодня удалось соединиться прямо с первого раза будем надеяться что и впредь техника будет работать точно так же если если ничего не произойдет давайте вот с чего начнем за пару недель за последние пару недель президент байден допустил я не знаю как это назвать или это оговорки или это все таки все таки проболтался но несколько таких заявлений отвечая на вопросы журналистов в том числе которые заставили людей слегка так сказать задуматься или вздрогнуть некоторых насколько это совершенно я благодарю опять же сами знаете кого но пока у нас ничего лучшей стороны в этом плане не меняется и да начнем мы с вами уже конечно же вы все слышали много разных трактовок того что он хотел сказать чего он не хотел сказать но я предложу свою из привычными такими историческими сравнениями если опять вам пока кому-то что слишком я враждебен демократам но извините ничего не могу поделать действительно эта история в основном а их выставляет послевоенная в невыгодном свете я просто вам ее до вас ее доношу ну да начнем собственно с байдена было к нему потом и вернемся в принципе его риторика по украинскому кризису нет как раз понятно и даже близко байден здесь похож на те самые часы которые сломаны но показывают иногда правильное время и в общем и целом все его обвинения в адрес путинского режима я вполне разделяю и мне бы просто хотелось чтобы эти слова говорили активнее республиканцы почему я вернусь еще в конце этого сегмента но пока здесь инициативу захватил джо и все что все его обвинения это все нормально пусть обвиняет и дальше пусть показывает всем что действительно америке не все равно то что действие его оставляют некоторые вопросы сейчас я на этом даже не буду останавливаться этому все еще без меня знаете но в такой ситуации риторика она очень и очень важно и здесь вроде бы хотелось бы даже похвалить в кои-то веке 46 но не получится вот почему дело в том что когда человек находящийся на таком посту как президент соединенных штатов говорит определенные вещи связанные с военными какими-то делами вопросами и планами то вот здесь эмоции надо умерять и следить действительно за тем что ты говоришь то есть эмоции в принципе штука вредная но да я понимаю в данной ситуации возможно следует иногда к ним прибегать просто озвучивая свое мнение свое отношение к тому или иному политику авторитарному тоталитарному и так далее а вот говорить о возможных действиях армия возможных действиях спецслужб о возможных направлениях своей собственной стратегии это похоже и собственно байден это и делает с прошлого года между прочим ну как знаете боксер который перед боем говорит своему противнику там на пятой секунде я тебя буду бить сюда на десятые вот сюда на пятнадцатые вот туда ты это имею ввиду да и кстати вот список тех мест куда меня не надо бить ни в коем случае потому что это неправильно но все помним тот самый список до который бы этом в прошлом году еще путину вручил что якобы не надо трубу вот то же самое здесь когда байда начинает толковать что-то такое непонятное что вроде бы войска окажутся в украине или что нужно предпринимать какие-то выпуск не открытым текстом но это звучит именно так какие-то усилия по смену режима российской федерации то оставим стороне надо это делать или не надо но говорить этого не надо просто-напросто потому что даже если подобные вещи они имеют смысл и даже если они разрабатываются и какие-то работы ведутся то говорить об этом ну вот и оказаться на положении того самого боксера как я сказал тем более что потом еще получается что окружение байдена начинает хором года оказывать что да нет это вообще он совсем не то имел ввиду с хотел он сказать что такое и когда есть вот такой разнобой президент говорит одно его окружение другое то и уже это вызывает у противников запада и соединенных штатов большой вопрос а что там вообще происходит да если когда в товарищах согласия нет но и далее по российской между прочим классики значит они сами не знают чего хотят ну и соответственно если нет четкой позиции мы можем продолжать делать то что хотим ну что мы к сожалению наблюдать и здесь на самом деле история достаточно богатая бестолковых высказываний и не самых разумных действий и тут важными нам бы на высказывание внимание обратить и я бы выделил здесь четырех человек правда получится немного нарушенная у нас с вами хронология но не обессудь в принципе первым человеком который сделал сказал то чего говорить не надо был даже не президент а госсекретарь дин эчисон еще во времена трумана хотя во времена трумана демократическая партия была получше нынешней но тем не менее уже тогда червоточина-то рузвельтовская в ней появилась и когда эчисон говорила так называемому чертил что называется защитный периметр запада и соединенных штатов то он вот туда не включил южную корею но его помните что если у этого получилось это было воспринято как приглашение для вторжение в южную корею которое случилось повлекло за собой немалое количество жертв и сами знаете до сих пор северной кореи что происходит те кто меня слушать на территории российской федерации возможно мы с вами скоро это узнаем и на себе ну посмотрим хочется верить что здесь я шумусь далее пропускаем с короткий эпизод который здесь на самом деле важен и смотрим уже на президента джонсона который во время вьетнамских боевых действий говорил всем что он лично определяет все цели для бомбардировок и что без его ведома даже амбар никакой не подвернется бомбардировки но глядя на все это товарищи из вьетнама северного во первых очень быстро поняли что джонсон для джонсона бомбардировки это не столько военная операция сколько какая психологическая и что бомбы валятся совсем не на военные не стратегические объекты а на какие-то там второстепенные и реально ущерба северному вьетнаму они не наносят и слушая то что как джонсон хвалится своим мастерством введение бомбовой кампании коммунисты северного вьетнама совершенно разумно рассудили что им бояться нечего можно вести войну против юга и вырезать деревни и творить тому подобное безобразие джонсона реальный ничего не нанесет никакого ущерба как следствие до затягивания войны и известно тоже чем все закончилось если в южной корее еще и и по крайней мере удалось уберечь что южный вьетнама он увы и пал как вы знаете и уже в семьдесят шестом году пример тоже достаточно яркие которыми в свое время говорил это когда картер во время еще предвыборных дебатов заявил что ни в коем случае если там умрет и тита а бывших тогда еще югославию войдут советские войска то он ни в коей мере не будет вводить свои войска туда то есть американский и хотя никто наверное реально не ожидал что американские войска войдут в югославию но как справедливо заметил форт никогда нельзя отдавать врагу советский союз сам понимать был врагом даже подсказку того что вы будете делать в случае кризисные военные ситуации а картер это сделал картер стал президентом и вы помните за время его президентства влияние коммунистической сферы коммунистического влияния расширилась было вторжение в афганистан с огромным количеством жертв и та самая слабость которая была озвучена картером она вот привела к тому к чему привела но у байдена мы тоже помним его слова о том что он не будет реагировать на какие-то малозначительные вылазки и мы видим чем это привело так что за словами нужно следить другое дело что очень часто сказать хочется а делать этого не надо как я вот уже вот отметил и здесь самый пожалуй показательный момент это дебаты шестидесятого года вице-президента никсона который вы сами понимаете хотел быть президентом и сенатора кеннеди потому что изначально вопросах внешней политики тогда речь шла о тайване и от таких островах как к вимо и мацу которые кеннеди изначально говорил что их не надо защищать и что они они заставят защиты их приведет конфликту с китаем коммунистическим и так далее так далее но и было понятно как что его позиция достаточно легко прочитывалась так как китай был потерян при демократах то ему надо было соответственно обозначить любую попытку защиты тайваня как некий такой чрезмерный авантюризм и интервенционер но потом кеннеди понял его команду что они переборщили и для того чтобы выставить кандидата более агрессивным и более истребенным и чтобы привлечь на свою сторону и антикоммунистических избирателей они избрали свои мишенью кубу потому что куба была потеряна уже при республиканцев то есть привезен хауэре и когда никсон был вице-президентом и соответственно атака пошла что вот никсон был в пятьдесят пятом году на кубе ничего не заметил а вот мудрые демократы сразу поняли что все там плохо в реальности ситуация такова что никсон там действительно был проездом и вряд ли он мог что-то реально разглядеть а вот в пятьдесят седьмом году сам кеннеди ездил на кубу будучи гостем посла эрла смита и вот он там правил гораздо больше времени весело и радостно и он тоже ничего не заметил собственно говоря более того шестидесятом году в том же самом он еще говорил что на самом деле кастр это продолжатель славных традиций южноамериканских революционеров он говорил что надо тратить деньги американских налогоплательщиков на помощь кубе и ни в коем случае не требовать того чтобы американские компании что-то там на кубе зарабатывали то есть зарабатывать американцам нельзя вот свои деньги туда посылать сможет в чем что кстати мало отличалось от позиции самого кастро но тем не менее когда дело дошло уже до дебат то вдруг кеннеди превратился в ястреба и более того он заговорил о необходимости поддержки постанцев поддержки их оружием и возможно возможные смены режима в том числе военные в гавань и вот здесь никсон оказался очень сложной ситуации потому что вообще-то на тот самый момент работа по подготовке высадки на кубе она уже велась и за ней стоял в том числе никсон потому что он уже довольно таки давно требовал каких-то решительных мер но до поры до времени его призывы не не встречали понимание в администрации эзенхауэра а здесь действительно дело пошло стали уже над этим работать но проблема в том что это было естественно засекречено и то что кеннеди об этом заговорил это в принципе было нарушением секретности ему эту информацию судя по всему да не судя по всему а так и есть сообщил дали с который вообще-то республиканец но республиканец либеральный иск пытался он угодить обоим то есть вроде бы да он республиканец и даже голосовал потом за никсона судя по всему опять но то что дальность сделал все чтобы во первых цру включилась выборы так или иначе а во вторых чтобы эта помощь она ушла к либеральным демократам и клану кеннеди но это тоже скажем прямо бесспорно такой до зародышевый вариант дип-стейта если хотите тем более что братья кеннеди во многом его и создали при помощи того же дали а ну вот и соответственно когда кеннеди стала вот озвучивать представление о том что нужно бороться средств менять режим то у никсона получилась вот такая морально-политическая дилемма то есть никсон сам был полностью за вот эту операцию и за смену режима естественно коммунистическое тем не менее никсон прекрасно понимал что если он как представитель администрации начнет об этом говорить на дебатах то это услышит естественно не только в америке это услышит по всему миру и станет понятно что да американское правительство готовит операцию и это на будет нарушена секретность и естественно куба и советский союз они будут готовы к тому чтобы реагировать на вот эту самую возможную операцию поэтому никсон скрипя сердце как раз вдруг заговорил как такой осторожный почти изоляционист что если вот послу мы последуем совету кеннеди то хрущев будет вмешиваться в дела южной америки и так далее так далее так далее как говорил сам никсон потом своих мемуары получилось тогда что мне пришлось говорить вещи полностью противоположные тому что я реально думал это что я реально хотел сказать но интересы госбезопасности интересы секретности и человеческие жизни которые здесь стояли на кону они для никсона были на первом месте для кеннеди как мы потом узнали нет и как ни странно да многие такие либералы и изоляционисты как раз никсона даже за это зааплодировали что ему было совсем неприятно но тем не менее увы сами знаете никсон проиграл в конце концов а кеннеди получив ту самую операцию благополучно ее провалил о чем мы говорили еще в прошлом году так что и выдал ее практически так или иначе и потом ее еще и испортил так что как видите при оглашении таких идеи и подобных вот планов надо быть очень очень осторожным и хотя порой нам может не нравится мы хотим услышать что-то более такое агрессивное но действительно здесь за языком нужно следить никсон это понимал кеннеди это не понимал и чем бы конечно же закончилась вся эта история станет президентом никсона мы уже никогда не узнаем но то что кеннеди все провалил и отдал кубу коммунистам окончательно это мы тоже с вами видим это что действия и слова даже они действия опять это важно слова и чисона слова джонсона слова картера все приводили к военным действиям к человеческим жертвам к потере американского престижа в мире ну по крайней мере на какое-то время все таки еще в южной корее там удалось более-менее ситуацию выровнять то все это тоже безусловно и к сожалению байдена следует вот этой вот безрадостные традиции и его риторика снова повторяю пусть он взвинчивает ее вопросах обвинений личных так далее это дело вкуса нравится вам не нравится но то что любое высказывание связанное с армией и со спецслужбами должно фильтроваться если хотите это безусловно со стороны байдена мы этого не видим другое дело что здесь я из вредности конечно по критику и республиканцев так как республиканцев как раз руки развязаны естественно им тоже надо быть осторожным и не повторять ошибку кеннеди и если они оповещены через какие-то брифинги через свои связи в спецслужбах они есть у республиканцев безусловно о планах этих самых спецслужб то надо быть осторожным но то что у них больше свободы и больше возможности нападать не только на байдена что я всячески приветствую но и на режим путина и не сводить все к тому что до вторжение это ужасно действие пусть нужно да давайте мы сейчас поругаем байдена лучше это извините не очень правильно как хотите и то что многие из реплик байдена должен говорить трамп например для меня это тоже безусловно а я их не обессудьте не слышу от 45 хотя сейчас он как лицо частное и как лицо влиятельное в республиканской партии в принципе он должен стать и тем человеком который четко обозначит анти путинские настроения этого пока не происходит но и конечно надо что-то делать с тем что целый ряд деятелей которые пришли на волне любви к трампу и которые вроде бы говорит говорили до определенного момента даже не впалывая вполне себе разумные вещи вроде кэнди соуэнс а теперь то есть это не тоже скороговоркой осуждают происходящее но норовят все свалить на запад и на соединенные штаты на нато и так далее так далее вот с этим тоже надо делать потому что если карлсон и тулс и габбард то же самое становится поставщиками данных для российской пропаганды не потому что они этого так хотят я не буду их обвинять то что они сознательные агенты и так далее но они делают то что чего делать в такой ситуации не надо я конечно не призываю что там кого-то надо исключать из партии из республиканской так далее и так далее но сейчас республиканцам которых хотят побеждать в ноябре и в году 2024 нет я не опять это же не призываю там к интервенционизму нет нет и еще раз нет но нужна четкая моральная позиция что да байден плохо действия байдена привели к тому о чем я сам вам говорил но что опасность путинского режима она безусловно и поддержку украины на сегодняшний день очень и очень важно а на мой взгляд пока этот момент республиканцы проигрывают и моральную такое вот преимущество отдают демократам скорее всего им это сейчас не помешает но может помешать в будущем и этого делать по моему убеждению не надо потому что вот сейчас риторика она представьте себе действительно очень и очень важно не менее важно чем какие другие действия а в чем проблема риторики демократов я вам уже сказал но вы есть проблемы и риторики республиканской тоже поэтому что-то здесь должно происходить иначе республиканцев могут быть серьезные проблемы там где они этого даже не ожидать ну вот на такой может не слишком радостно чем не придется завершается но тем не менее если сергей что добавить с удовольствием передам слово давайте мы сделаем небольшой перерыв после чего вернемся продолжим если будут вопросы уважаемые дамы и господа 847 400 5200 телефон нашей студии звоните пока реклама возвращаемся в программу час ивана денисова телефон студии по-брежнему 847 400 5200 ну а теперь если можно о результатах выборов в венгрии до восточная европа сейчас вообще должна у нас быть тоже в центре внимания но вся вся европа так или иначе у нас в центре внимания но вот восточная особенно важно там собственно говоря на в этой самой европе были выборы в сербии венгрии но и там и там они достаточно предсказуемо но я все-таки на венгрии сосредоточился там ситуация несколько более интересная и для развития консерватизма европейского и для вот взаимоотношений между западом и той же самой нынешней российской федерации так как восточная европа она в принципе находится в таком не очень хорошем положении когда с одной стороны есть евросоюз где много хорошего но есть этот либеральный диктат безусловный с другой стороны когда есть инвестиции из российской федерации но понятно что есть и вполне себе имперские интересы и российской федерации опять польша пожалуй здесь выходит пока из ситуации наиболее достойно и премьер муравецкий на сегодняшний день едва ли не самая главная фигура в континентальной европейской политики можно сказать гораздо больше чем макрона или шольц и уже даже ну вот судя потому что я наблюдаю многие политики скажем испанские португальские почитают за честь рядом с поляком фотографироваться наши с позволения сказать политики наоборот бьются от него впадучий ну в общем вот неожиданно такой вот появился польский лидеры до того у меня были на его счет сомнения но пока он себя показывает с хорошей стороны венгрии же там персонаж тоже можно сказать победивший на выборах и виктор орбан и его партия фидес который конечно же очень очень спорный потому что в его оценках слишком много крайностей то есть согласно одной крайностью орбан это идеал европейского консерватора на которого надо смотреть и равняться всей европе и у которого есть чему учиться и американцам а с другой стороны орбан это просто сообщник путина который ничего из себя реально не представляет как самостоятельно политическая величина истина в общем и целом посередине потому что орбана он конечно же ориентир пытается угодить всем и конечно же делает все чтобы не идти на конфликт с путинским режимом хотя он принимает насколько я знаю беженцев из украины и по ряду моментов в евросоюзе фидес занимает достаточно не скажу чтобы радикально антикремлевскую но такую позицию не слишком дружественную кремлю тем не менее да он против более активного активной помощи венгрии украине и он точно с путиным отношения портить не хочет я лично полагаю что это его ошибка и не только я чем чуть позже но если вот рассматривать орбана с другого так сказать угла а именно заслуженно ли его слова консерваторы такого то у меня здесь очень большие сомнения на самом деле вот почему с одной стороны орбана вел себя достаточно грамотно потому что он не только вот создавал эту свою консервативную систему он ее создавал но он еще старался заручиться интеллектуальной поддержкой консерваторов западных в частности джона лукача который которым тоже через несколько минут я еще и которому вернусь и например роджера скрутона и более того насколько мне известно в британии нет никаких достопримечательных связанных с роджером скрутоном а венгрии есть кафе роджера скрутона и это факт не в пользу британии по моему убеждению но с другой стороны то что создает создавал орбан это не тот консерватизм который все таки привыкли мы с вами связывать прежде всего с америкой в меньше чуть меньше степени с британией а это консерватизм такого все таки большого правительства потому что недаром некоторые критики отмечают а некоторые даже и не критики сторонники орбана что создана им система это такой это дико прозвучит но не без сути что-то в этом есть что это модель марксистского консерватизма или ты если угодно граммшанского но был такой граммши известный марксист который исходил из того что обязательно для вот создания такого идеального марксистского общества нужна четкая система где существует своя собственная культура которая обслуживает правящие правящую партию правящую систему и таким образом зачищает грубо говоря все неугодные и оппозиционные элементы то есть это в принципе граммши это один из отцов того самого культурного марксизма от которого весь запад страдает а вот орбан вроде как ухитрился этот самый культурный марксизм переделать на свой лад то есть создать систему при которой и дип-стейт и все эти некоммерческие организации они вроде бы есть но они вот нацелены на такую условно говоря по понимании восточноевропейском консерватизм то есть где нет прежде всего социальный консерватизм где конечно же нет всех этих заскоков с лгбт и так далее и так далее но где нет реальной какой-то свободы где все подчинено существующим властям и существующим институтом и все эти институты это вот такая подчиненная правящей партии системы то есть вроде бы нет это не коммунизм но это такой коммунизма наоборот тем не менее для очень многих консерваторов которые бьются и ощущают свое бессилие от того что бюрократия и некоммерческие организации все пронизаны левыми настроениями но действительно то что сделал орбан это такой показатель какой-то его силы доблести и так далее я лично не вижу все таки в этом каких-то достоинств вот почему джон лукач которого я упоминал который сам венгер но который уехал в соединенные штаты еще сорок шестом году и более того прошу прощения если вы поищите в архивах то девятнадцатом году мы даже делали про него передачу он умер к сожалению а так вот лукач был человеком весьма весьма оригинальным лукас его называли в штатах но все-таки венгерское произношение лукач так вот был весьма весьма оригинальным джентльменом кстати весьма весьма активным противником интервенционизма между прочим и одним из тех интеллектуалов с которыми орбан как раз старался связь поддерживать но в четырнадцатом году в самом начале лукач обратился к орбану с открытым письмом где довольно общем точно описал все проблемы и возможные будущие даже проблемы режима партии фидеса орбана потому что лукач написал что он знает орбана очень давно еще до восемьдесят девятого года и он знает что орбан в принципе человек которого западные системы и западная цивилизация как мы понимаем с вами то есть в том в англо-американском или если угодно в старом в меньшей степени может франко-германском варианте но лукач все-таки был более ориентирован на британскую модель он такой был англофилл так вот что для него вот это вот англо-американская модель она чужда и что орбана в этом плане не друг запада но что орбана есть шанс для себя определиться а с кем он хочет связывать судьбу свою и судьбу своей страны то есть венгрии по мнению лукача венгрия часть не столько даже восточной европы сколько центральной и надо быть ориентированным на все таки ту же самую британию те же самые штаты и так далее лукач в общем то был человеком вполне себе здравомыслящим и он в своем открытом письме указывал на то что до восточной европы в реальности вот европы западные получила не так много хорошего и получила целый ряд проблем но то что всякий раз когда восточная европа сознательно ли или под давлением с востока подчинялась российскому ли деспотизму старого образца советскому ли коммунизму или тому там лукач ничего не писала о путинской системе но намекал на нее то для венгрии это заканчивалось всегда катастрофическими последствиями и дело даже не только в коммунизме а то что вот исторически венгрии нельзя связываться в принципе с во с востоком это приводит к плачевным результатам и заканчивал письмо лукач словами о том что для венгрии запад это с одной стороны крест который нужно нести но с другой стороны это путеводная звезда как бы то ни было и никуда не денешься венгрия должна быть привязана к западу орбан тогда ответил каким-то там общими словами что все поменялось все совсем не так ну и что в общем лукач не вполне понимает что как и как происходит и я не уверен что реальные выводы сделал ну вот теперь мы с вами посмотрим услышал ли он призывы своего наставника выдающегося или будет пытаться вот знаете как стоять на двух лодках которые расходятся в разные стороны и пытаться вроде бы как-то наладить какие-то контакты с западом одновременно с путинским с путинской системой хотя добром это не кончится то что орбана победит это было понятно потому что выстроенная им система но подразумевает что позиция из общественно-политической жизни не то чтобы вытеснены нет но она представлена не достаточно серьезно так как средства массовой информации но они так или иначе подчинены тоже вот этой вот действующие партии действующей системе тем более что оппозиция уже вела себя как-то откровенно отчаянно там они собрали какой-то венгерский блок из ультра левых ультра правых хоть я не люблю это слово но социалистов и не пойми вообще кого и возглавил все это такой петр маркизай который вроде бы считается тоже разумным консерватором но более прозападных взглядов и который был бы ориентирован на большую помощь украине но в реальности было понятно что левые вряд ли будут голосовать за ёбик такая колоритная партия с некоторыми антисемитскими заскоками хотя вроде они от них отходят правые вряд ли будут голосовать за блок коммунистов и социалистов и как вот вся эта разношерстная публика пыталась свалить но для меня это очень очень большая загадка собственно она его и не свалил фидес остается главной партии это орбановская партия орбан остается уже неизвестно с какого времени лидером венгрии что он будет делать дальше в условиях все более и более усугубляющегося кризиса посмотрим если он хочет конфликтовать с той же Польшей хотя сейчас Польша и Венгрия должны как раз выстаивать так как туда идет наибольший приток беженцев и одновременно на них наибольшее давление со стороны Евросоюза как вы знаете так вот им надо конечно же орбану надо контактировать с поляками а не с Кремлем но как он из этой ситуации выкрутится мы собственно говоря с вами и посмотрим предупреждение Лукача как положено предупреждение у великих людей вот оно здесь должно сработать услышит его венгерский лидер или нет я не знаю ну а что касается оценок то вот я бы советовал всем быть осторожными и не слишком его демонизировать потому что это играет ему только на руку на самом деле но и не слишком идеализировать потому что попытаться сделать его союзника может и стоит хотя я пока не вижу как но видеть в нем идеал консервативного политика и считать что Соединенные Штаты или та же Британия должны брать с него пример я тоже не думаю что это разумно хотя кафе Роджера Скрутона или если уж на то пошло кафе Джона Лукача или даже улицы их именами этого вот делать надо здесь я не спорю Орбана запад обставил тут ничего не могу сказать но посмотрим что будет дальше впереди кстати выборы еще в ряде стран например во Франции вот поглядим мы что там будет происходить а по Венгрии наверное все если Сергей что-то добавит с удовольствием передам слово давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста в эфире добрый день господа Иван Владимирович вопрос такой Лавров все даже последний раз говоря о новой хатыни на Украине говорит что это все постановочное это все неправда мы ушли 31 числа и никто там ничего значит никаких разбоев следов и грабежей мы не делали насколько его слова воспринимаются правдой и все то что показывают или то что задокументировано в съемках будет воспринята как какая-то фикция да спасибо вам за вопрос я здесь правда оказываюсь в положении Никсона из первого сегмента потому что говорить то что я реально думаю мне пока уж не обессудьте не стоит потому что героя я не стремлюсь еще так что оценку происходящему и я понимаю то о чем вы говорите я и не обессудьте пока давать не буду но я думаю вы догадываетесь что раз я не хочу ее озвучивать что я по этому поводу думаю что касается пропаганды знаете на данный момент путинский режим одержал одну победу очень очень серьезно к сожалению он победил внутри страны потому что происходящее в Украине сейчас стало вторым планом на него уже реально внимание мало кто обращает и все больше и больше вот первый шок прошел но опять начинается это ворчание а что они там на западе вообще к нам пристали а почему они так себя ведут а зачем эти санкции а почему то а почему все вот это вот увы я не хочу здесь это говорить от слова но к сожалению так оно и есть видим этот русский недостаток даже словосочетания потому что часто русские недостатки преувеличиваются действительно но это есть вот это вот нежелание искать виноватых извне оно вот начинает проявляться и когда вот складывается такая ситуация что ты действительно начинаешь кино тебя не показывают западно книжки тебе перестают переводить или покупать уже невозможно и сложнее все читать их даже в сети теряется значит связь вакуум заполняется пропагандой пропаганда нам рассказывает что все зашибись все делаем правильно сегодня одно завтра другое но все равно это все в рамках великого и гениального плана и к глубочайшему сожалению сейчас действительно консенсус внутри в российской федерации что либо вообще внимание обращать либо так и должно быть а это все запад нам пакости конечно же есть те кто недовольны но пока общее настроение такие увы может я не прав но мои наблюдения вот приводят меня к таким результатам ну а теперь годовщина фолклэндской войны да у нас совсем мало времени поэтому наверное мы подробнее даже начнем тогда если ничего не случится в американских новостях мы начнем наверное в следующий раз с этой события тем более что это событие связано не только с Британией с Аргентиной а там довольно серьезную роль играла и американская дипломатия и американские консерваторы и кабинет Рейгана но пока я так просто проанонсирую вам что эта война она во-первых выявила проблему разногласия в американском консерватизме и показала что Стэн Эванс великий консервативный автор когда он шутил и говорил про эту войну нам было сложно с одной стороны мы любим империализм с другой диктатуры он шутил конечно но смысл в этой шутке был достаточно серьез он война это показала что маленькая победоносная война для диктаторов может закончиться очень плохо и что следует диктаторам 10 раз подумать прежде чем нападать на чужие территории война это показала что Британия которую уже списали со счетов как хоть сколько нибудь сильную державу что в реальности она очень и очень боеспособна и что боевой британский дух он никуда не делся и та война показала что у консерватизма и у боевого консерватизма может быть вполне себе женское лицо между прочим вы понимаете что речь идет про премьер Тэтчер потому что в реальности по целому ряду дальнейших событий восьмидесятых и даже частично девяностых годов на самом деле Тэтчер стал воплощением противостояния коммунизму и тоталитаризму в чем-то даже в большей степени чем сменившиеся за это время американские президенты ну вот подробнее как это происходило с чего все началось какие были внутри даже не столько тут военные важные события сколько дипломатические внутри британского и американского кабинетов чем все закончилось и какие были последствия ну вот тогда об этом действительно в следующий раз тем более я надеюсь что в следующий раз мы тоже с вами быстро соединимся и ничто нам не помешает эту тему обсудить но на сегодня видимо я все-таки уже закончу и я прошлый раз задавал вопрос по поводу того насколько сказываются санкции жесточайшие и беспрецедентные на на жизни на повседневной и так далее макая по-прежнему не очень не по тот же самый польский пример муравицкий который говорит что они не очень работают он в общем то прав то есть я допускаю опять я не буду вам говорить то чего я не вижу где-то возможно они сказываются в москве очередей около банкоматов я не вижу о которых говорят я не хочу не подумать что я какой-то пропагандист вы сами знаете но правда я говорю что я наблюдаю в основном в магазинах даже сахар вернулся хотя он пропадал но теперь он снова есть каких-то серьезных проблем нет цены растут да но если учесть что цены растут на энергоносители по всему миру то тоже я бы не сказал что здесь что-то происходит экстраординарное то есть к сожалению путинский режим показывает нам что даже маленькая катастрофическая война может помочь укреплению режима пока на москве серьезно низко да я знаю что многие люди теряют работы работу многие люди боятся потерять работу особенно очень многие работают международных компаниях вот эта проблема но когда эта проблема что-то более серьезное я не знаю пока внутри страны все в пользу путинского режима уж не обессудьте но так оно и есть то есть его популярность среди избирателей как бы не падает мало того нет ничего это ничего не происходит не вижу я что могло бы ее поколебать естественно можно сказать нечто подобное многие думали восемьдесят девятом году про чаушевскую например и про других лидеров но не знаю не знаю возможно мой пессимизм берет вверх но вот не вижу я никаких предпосылок для того чтобы было какое-то массовое недовольство пока давайте попробуем принять звонок у нас есть еще минута буквально времени добрый день очень коротко слушаем вас алё так все понятно все иван огромное спасибо до встречи в следующий раз надеюсь что и в следующий раз нас техника не подведет спасибо вам до встречи до встречи